Покрестили человека. И вот мне всегда, когда особенно, как сегодня, была крещена, выкрещён человек женского пола, читаешь молитвы, и вот в молитвах есть там слова о новозапечатленном воине Христа, Бога нашего. Я не вдавался в исторические подробности. Возможно, когда-то про женщин, может быть, иначе и говорили. Но когда я вот вижу эти слова, на самом деле я их воспринимаю и к женскому роду в том числе. Почему? Потому что если посмотреть на нашу жизнь, то любой из нас, христианин, любой из нас, желающий добра, это воин. Воин против зла, воин против того безобразия, которое мы видим. Воин против того всего, что дьявол несёт в этот мир. В конце концов, воины против собственных грехов, потому что и на них мы должны воевать. Но воин в этом христианском смысле – это не агрессор. Это не значит, что мы сами заражаемся злобом, что мы являем собой оплот ненависти и ещё чего-либо совершенно не христианского. Каждый из нас воин, но, повторяю, воин в христианском смысле. И сейчас, в это наше время, в этот наш год, это актуально как никогда. Потому что сейчас, когда идут военные действия, часто люди задаются вопрос – а где? Где правда, если есть военные действия, если кто-то именно воюет? И правда, как раз на стороне того, кто воюет за добро, воюет, в конце концов, за христа. Мы, христиане, и желаем этого. Много за двухтысячелетнюю историю христианства было всяких сражений, всяких воинственных действий, завоеваний, которые совершенно были не христа ради. Под благовидным предлогом, пользуясь именем Христа, люди шли с устами христианства, но с сердцем антихристианства. Это важно понимать, чтобы каждый из нас на своём месте, ещё раз говорю, будучи воином Христовым, оставался христианином. Любая война, любое военное действие, любая военная спецоперация должна быть, по нашему разумению, со Христом и ради Христа, и для Христа, и ради любви ко всем людям. Вот это важно не забывать, потому что, когда мы видим беззаконие кругом, ещё раз повторяю, мы настолько, бывает, возмущены, неопрокинуты душевно тем, что мы видим, что не замечаем, как сами становимся вместилищем того безобразия, против которого, казалось бы, воин. Да не будет так с нами. Каждый из нас, будучи христианином, каждый из нас, когда-то крещённый, в младенчестве, в отречестве или во взрослом состоянии, каждый из нас ответственен за то, что он носит имя Христово. И не дай Бог нам это имя ругать. Болезненные обстоятельства, события нас постигли в этом году. Болезненные, но, возможно, необходимые. Я молю Бога, чтобы действительно Господь как-то призрел на наши сердца, которые переживают за всё происходящее и, естественно, хотят мира. Мира. Но вот какой ценой и каким образом, это только Господь и знает. Наша с вами задача молиться, ещё раз говорю, попытаться, оставаясь воинами, быть воинами Христовыми. Это мы желаем и сегодняшней девочке крещённой, это я желаю и всем вам, это я желаю и всем другим быть христианами. Но, если уж говорить о христианском мире, то у нас, опять-таки, помимо вот этих болезненных событий, много чего есть на что посмотреть. Если бы каждый из нас, в конце концов, смотрел бы на свои грехи, больше бы их исправлял, меньше было бы вражды и средостей. Я желаю всем нам не разъединяться, а объединяться в славянском ли мире, в христианском ли мире, как бы ни сказать, но ради Бога мы должны быть едины. Я единствую всем, желаю нам аминь.